Итак, мы начинаем видеоурок по настройке сетевого принтера. Что нам для этого понадобится? У нас есть принтер, который подключен к локальной сети. То есть здесь вот в задней части имеется два интерфейса. Первый интерфейс это USB, второй интерфейс это локальная сеть. То есть через коннектор RJ45 данный принтер подключен к сетевой розетке. Потом далее сетевая розетка коммутируется в патч-корд и подключается к коммутатору. И обслуживается данная сеть сервером. И что нам понадобится для того, чтобы настроить на каком-то компьютере, который подключен к этой же локальной сети, что и этот принтер, настроить. Вот это сетевое подключение для того, чтобы отправлять распечатки через локальную сеть. Давайте посмотрим. Для этого нам нужна информация. Чтобы нам настроить принтер, нам необходимо знать, какой IP-адрес у этого принтера в локальной сети. Для этого на принтерах существуют соответствующие опции, которые предназначены для вывода распечатки настроек. То есть на разных принтерах это осуществляется по-разному. Но на этом принтере я вам покажу конкретно как. То есть бывает, к примеру, одна кнопка. Вы одну кнопку нажимаете. Это на старых принтерах удерживаете кнопку. Выводится распечатка, на которой отображается вся информация о принтере. И в том числе IP-адрес какого-то принтера, который подключен именно к локальной сети. Но давайте посмотрим, как здесь это делается. Мы нажимаем клавишу меню, здесь на дисплее, выбираем, переходим при помощи стрелки вниз и смотрим, какие есть разделы. Итак, вот есть раздел информация. Заходим в этот раздел, нажимаем на эту галочку и переходим вниз. Здесь вот есть такой пункт, который называется печать конфигурации. Нажимаем ОК и сейчас принтер у нас выполнит задание. То есть произведет печать конфигурации, его настроек. То есть еще такое отступление скажу, что данный принтер подключен к локальной сети и он обслуживается сервером. На сервере есть такая специальная служба, которая называется DHCP. Так вот, это именно настройка, вот этот урок, он именно актуален тогда, когда у вас на сервере работает и настроена служба DHCP. Итак, давайте посмотрим вот эту настройку Configuration Page. То есть есть вот эта конфигурационная настройка. То есть здесь различные настройки памяти, потом разная информация о принтере, то есть его какие-то базовые настройки, его конфигурации. Настройка вот на этом принтере, она выходит на трех листах. И вот здесь есть второй лист, который называется JetDirect Page. То есть JetDirect это такая система для настроек принтеров в сети. То есть это технология фирмы HP. И давайте здесь посмотрим следующий раздел. Здесь есть раздел, который называется TCP IP. Здесь написано Status Ready, то что статус готов. Потом отображается HostName, то есть так позиционируется имя этого принтера в сети. Далее есть IP версия 4 DomainName, то есть отображается имя домена, в котором находится данный принтер. И отображается основной DNS сервер, Primary DNS сервер. Итак, нас интересует вот этот раздел IP версия 4. IP адрес 4 версии. И здесь у нас есть вот самая верхняя строчка, которая называется IP адрес. И вот мы видим адрес этого принтера 192.168.100.7. То есть именно зная вот этот адрес, то есть именно после того, как этот адрес присвоен серверам DHCP этому принтеру, теперь мы можем уже перейти на компьютер, который подключен к этой же локальной сети и произвести настройку данного сетевого принтера. Итак, продолжаем настройку и подключение сетевого принтера к компьютеру в локальной сети. Предлагаю вам посмотреть вначале следующую схему, которая отображает подключение сетевого принтера. Итак, у нас имеется коммутатор, к которому подключен принтер, рабочая станция, на которой мы будем настраивать принтер и сервер. На сервере есть такая служба, которая называется DHCP, при помощи которой присваивается динамическое присвоение IP адресов. И в данном случае мы посмотрели на видеоуроке, какой IP адрес присвоен данному сетевому принтеру. Это 192.168.107. Теперь мы знаем, какой IP адрес у нас есть у этого принтера. И мы можем на вот этом компьютере, на рабочей станции, настроить печать через локальную сеть. То есть аналогичным же образом можно настраивать на всех компьютерах локальной сети, можно настроить использование, к примеру, одного принтера. Это очень удобно, когда, к примеру, в кабинете есть много компьютеров, допустим, 10 компьютеров и один принтер. Все 10 компьютеров, они могут использовать один принтер. Обратите внимание на то, что все эти компьютеры, они, все эти устройства, да, то есть сервер, принтер и компьютер, они находятся в одной подсети. Подсеть 192.168.100.0. И вот все эти устройства, они находятся в этой одной подсети. И теперь уже давайте приступим к настройке данного принтера. Как это делается? Для этого нам понадобятся драйвера. Давайте посмотрим, где они у нас располагаются. У нас есть папка на компьютере, либо эта папка у вас может быть, к примеру, на сервере. Но вот я уже заранее подготовил папку, в которой есть драйвера для этого принтера. То есть в нашем случае это принтер LaserJet 3030.0.5. Вот, у нас есть папка с драйверами для этого принтера, и они нам понадобятся при установке. Теперь мы заходим в пуск, настройка и заходим в раздел принтеры. В Windows есть такой раздел, который называется принтеры и факсы. И сейчас вот через эту опцию, установка принтера, мы произведем настройку принтера на этом компьютере. Который будет уже использовать вот сетевой принтер, который подключен к локальной сети. Итак, открывается мастер установки принтеров. Нажимаем далее. Здесь нам необходимо выбрать... Так, это у нас он будет как бы локальный принтер, подключенный к этому компьютеру. То есть мы на этом принтере создадим отдельный порт, который будет 192.168.100.7. И через этот порт будет этот принтер печататься. То есть, когда сетевой принтер или принтер подключены к другому компьютеру, используется еще эта опция. Но мы сейчас произведем настройку именно вот, используя вот этот пункт. То есть выбираем первый пункт, локальный принтер. Нажимаем далее. Здесь мы... Текуя порты, которые есть на этом компьютере, мы использовать не будем, а мы создадим новый порт. То есть выбираем создать новый порт. Итак, здесь есть локальный порт, локал порт. И есть стандарт TCP IP порт. То есть это такой специальный порт, через который компьютер будет производить печать. То есть через этот порт будут отправляться все команды для распечатки. Нажимаем далее. И открывается такой... Мы были в мастере установки принтеров. А теперь у нас открывается мастер добавления стандартного порта TCP IP принтера. Нажимаем в этом мастере далее. Здесь нам предлагается ввести имя принтера IP-адрес и имя порта для выбранного устройства. Мы вводим здесь наш адрес. 192.168.100.7 Да, кстати, в начале, в самом... Я сейчас запустил... Нажал «Пуск выполнить». И мы запустим командную строку CMD. И давайте проверим, действительно ли у нас принтер подключен к локальной сети. И он у нас пингуется. То есть мы используем такую процедуру пингования. И пропингуем наш принтер. Нажимаем CD слэш и нажимаем такую команду ping 192.168.100.7 Нажимаем Enter. И вот мы видим, что у нас прошел ответ по четырем пакетам. То есть вот мы видим, что ответ от принтера получен. То есть все нормально. Эта информация означает о том, что принтер у нас работает. То есть если, к примеру, бы не было, да, ответа, то есть по каким-то причинам. То есть там или кабель не подключен, или неправильно IP-адреса настроены. То есть обычно выводится вот такая информация. Превышен интервал ожидания для запроса. В нашем же случае ответ получен. То есть это как бы одна из таких проверок. То, что сетевой узел подключен нормально. И он доступен в локальной сети. Итак, вворачиваемся к настройке нашего принтера. Мы ввели IP-адрес. А, вот здесь, кстати, ошибку. Да, я сделал 192.168. Вот внимательно очень заполняйте, когда с IP-адресами все должно быть четко. То есть одну цифру неправильно ввели, уже не будет работать. Итак, вот мы выбрали. Здесь у нас спрашивается, к какому устройству добавить порт. Вот к этому устройству мы добавляем порт. То есть порт он будет на этом компьютере, на котором работать. Но он будет использовать вот это устройство, которое находится в сети. Имя IP-адрес. И имя оно подставляется автоматически. Вот IP192. Можно написать, допустим, здесь какое-то другое имя. Порт для такого-то принтера. Но мы вот оставляем вот таким образом все. Нажимаем далее. Вот, отлично. Здесь написано, что был установлен порт, используемый протокол, порт, устройство, имя порта и тип адаптера. То есть это тип адаптера Hewlett Packard JetDirect. Это такой специальный адаптер, который находится на самом принтере. Итак, нажимаем «Готово». Сейчас добавится порт в настрой. В список портов для настройки принтера. И мы сможем его установить. Итак, следующее окно, которое у нас выходит, это установка драйверов. Здесь предлагается установить один из стандартных каких-либо драйверов, который входит в комплект поставки операционной системы Windows. Но мы нажмем «Установить с диска», так как мы знаем, что у нас есть драйвера в определенной папке. Нажимаем «Обзор», то есть указываем путь, где у нас располагаются драйвера. И здесь указываем папку, в которой у нас находятся драйвера для нашего устройства. В нашем случае это папка «Dist», папка «Drivers», «Print» и папка «LaserJet» 3.500. Здесь выбираем файл. Вот он с драйверами, файл с расширением «In». Нажимаем «Открыть». Нажимаем здесь «Окей». Вот, и у нас предлагается, вот, выходит список драйверов, которые есть в этой папке, которые мы указали. Здесь у нас принтер HP LaserJet P33005. Драйвер PCL6, да, то есть бывает еще драйверы PS. Ну вот мы устанавливаем, в данном случае, драйвер PCL6. Нажимаем «Далее». Здесь предлагается использовать имя этого принтера по умолчанию. Итак, в следующем окне предлагается назвать принтер, то есть присвоите имя какое-либо принтеру. Вы можете присвоить имя, какое вам удобнее. Если никакое, то можно оставить вот такое, какое есть по умолчанию имя. И здесь также есть такая опция, как использовать этот принтер по умолчанию. То есть если данный принтер сетевой будет постоянно использоваться основным принтером, тогда вы ставите опцию «Да, использовать принтер по умолчанию». Если нет, то нет. Вы нажимаете «Далее». Итак, в следующем окне предлагается использование общих принтеров, то есть что это за опция. Эта опция, если вы поставите имя общего ресурса, вот эту опцию установите, тогда, когда вы откроете данный компьютер, то в списке его ресурсов, то есть тех ресурсов, которые доступны, это либо какие-то папки, жесткие диски, да, среди этих ресурсов будет доступный данный принтер. Но можно это делать, можно нет. То есть если вам эта опция не нужна, нажимаете «Нет общего доступа к этому принтеру». Так, нажимаем «Далее» и предлагается напечатать пробную страницу. Если вы хотите сразу же убедиться, что принтер установлен нормально, можно поставить вот эту опцию. Если нет, то нажимаете «Далее» и мастер установки завершает. Здесь подводится такая краткая информация тех настроек, которые мы выбрали. Нажимаем «Готово» и сейчас будут выполнены операции с файлами. Необходимые файлы из папки с драйверами скопируются уже на этот компьютер, в папку Windows. И после этого принтер мы посмотрим, где он у нас появится. Он у нас должен появиться вот в этом разделе «Принтеры и факсы». И все программы и приложения, они уже смогут использовать данный принтер в своей работе. То есть из любых программ можно будет отправлять печать по локальной сети. Итак, установка принтера завершена и в разделе «Принтеры и факсы» мы видим, у нас отображается принтер HP LaserJet P3005. Отображается состояние его «Готово» и можно использовать его при работе. Вот такую последовательность операции необходимо сделать для того, чтобы на вашем компьютере был установлен сетевой принтер. Завершаем данный урок по настройке сетевого принтера. Принтера «Помог γусь». Принтера «Помогие», «Бегущий» Продолжение следует...